Итак, на этой неделе жителям и гостям столицы скучать не придется. Впереди три дня, так сказать, песенной Олимпиады всея Литвы. День песни, день танца и вечер ансамблей. Праздник посвящен Дню Государства. Неудивительно, что основной темой стала любовь к Литве, краю озер и дождей. Вот и сегодня, во время первой же репетиции, участников праздника потрепали нешуточный ветер и дождь, особенно вредный для инструментов. Кстати, защиту музыкантов от всех капризов погоды министр просвещения сегодня пообещала обеспечить лично. Посмотрите, 22 тысячи детей, даже больше собралось. Представьте, сколько придется тон еды приготовить, чтобы всех накормить. Еще расселить – тоже важный вопрос. Ну и вода, чтобы на всех хватило, чтобы все на жаре могли напиться. Министр заверила, что все 800 коллективов будут удобно размещены по школам Вильнюса. Кормить их придется в других местах. Сегодня ветеринарная инспекция предупредила, что в ходе праздника песни будут особенно тщательно контролировать не только те заведения, где будут обедать участники, но и любые другие столичные предприятия общепита. Ведь гости праздника тоже должны увести с собой самые лучшие впечатления. 20 тысяч юных певцов соберутся вновь здесь 6 июля в 5 часов вечера, чтобы порадовать вас своим талантом на общем празднике свободы и творчества. Валерия Литвинова, Игорь Конин, Первый Балтийский канал.